в этом видео выполним коррекцию на вот этих ногтях здесь покрытие клиентка относила около месяца и выполняла его я вместе с вами все отлично относилась есть небольшие сколы в точках роста на среднем и большом ногте правой руки которые мы тоже будем ремонтировать также сегодня будет довольно интересный дизайн который мне лично очень понравился клиентки как мне показалось тоже это дизайн мы сделали совместно что-то добавила я что-то она ну в общем-то досмотрите это видео до конца и если вам понравится дизайн то поставьте лайк не будет очень приятно так как я очень старалась выполнить что-то интересное для вас в первую очередь чтобы вам было интересно после снятия старого покрытия я отодвигаю кутикулу и после этого приступаю к зашлифовки натуральной ногтевой пластины шлифую еще переход от геля к натуральному ногтю свожу его на нет для того чтобы был максимально плавный переход если есть какие-то мелкие слойки которые я не убрала фрезой тоже это делаю на данном этапе и на тех ногтях которые отлично относились я придаю сразу им форму немножко поднимаю хлюющий кончик если это необходимо и изнутри выпиливаю всю грязь которая скопилась за процесс носки хочу обратить ваше внимание на количество молочного геля который остался на ногтевой пластине его здесь довольно много и торец надежно укреплен поэтому сегодня я могу выполнить выравнивание с помощью базы например это облегчит мне работу при этом времени на выравнивание базой я потрачу меньше чем на выравнивание гелем например после того как я придала ногтям форму я посыпаю их присыпкой и приступаю к маникюру для маникюра я выбрала фрезу торговой марки dark это фреза 0 23 диаметра она немножко с удлиненным носиком и работаю я ею на 15 тысячах оборотов примерно сначала на реверсе потом приключаюсь на форвард далее приступаю к срезу срезаю кутикулу как всегда своими любимыми ножничками от сталик 41 3 эта версия идет силиконовыми накладками розовыми на рукоятку и также с изогнутым кончиком это очень удобно но не спорю нужно возможно к ним привыкнуть потому что сначала мне не очень было удобно ими работать а потом другие уже не хочу даже и пробовать уже который раз обновляю эти теперь ногти готовы к покрытию я их обезжирила оцениваю ситуацию смотрю что два ногтя не нужно отремонтировать и для этого мне нужно нанести сначала тоненький слой базы каучуковой и затем ремонтировать я буду полигелем от торговой марки лиф кстати я стала амбассадором данной торговой марки если вам что-либо интересно попробовать с этой продукции чтобы я показала протестировала посмотреть на работу продукта собственно можете писать мне в instagram директ и я обязательно сделаю такое видео либо же расскажу и покажу вам в stories либо же на youtube мне очень нравятся материалы этой торговой марки они все довольно удачные и удобные и полигель в том числе там очень большой выбор поле гелей и для выкладного аквариум на аквариумного дизайна это просто мастхэв поэтому хочу показать вам как-нибудь еще выкладной френч с этим материалом немного времени занимает у меня реконструкция полигелем он не липнет кисти при этом мягкий удобно сама выравнивается с помощью кисточки никуда не затекает и держит форму опиливаю его в опеле он тоже мягкие в общем минусов этого полигеля я не нашла скажу вам честно отпиливаю все неровности довожу форму до идеала и дальше мы выбрали базу очень красивая нежная база такая лавандовая с лавандовым подтоном это френч база я вам показала ее номерок 9 по моему тоже она очень неприятная в консистенции у нее быстро сама выравнивается при этом не затекает и я сейчас буду выравнивать с помощью этой базы сразу три ногтя у меня кстати такой базы еще не было в моем арсенале довольно уже большом но это удачно вписалась как раз ее мне и не хватало выравниваю оставляю капельку в основную по центру затем могу тонкой кистью подвести материал ближе к боковым валиком и обязательно работаю с переворотом руки для того чтобы материал выровнять и центровать его выстроить небольшой апекс с помощью базы вот так ногти выглядит после укрепления базы проверяем блик нет ли затеков дальше я снимаю липкость и приступаю к дизайну для дизайна я выбрала черную гель-краску и черный гель-краской прорисовываю очень тоненький и аккуратный френч как бы прорисовываю очертания всей формы и к сожалению после просушки черного гель-лака я видимо забыла включить камеру и не записала момент второй улыбки с помощью металлической гель-краски я просто взяла металлическую гель-краску и прорисовала вторую линию улыбки выглядит как по мне очень интересно современно ну а вы пишите в комментариях как вам понравилось или нет я буду очень ждать ваших реакций всем большое спасибо за просмотр этого видео всем пока а Продолжение следует...